Друзья, всем привет! В эфире Motolife. У нас видеообзор по свободному мотоциклу Honda CBR 250RR. То есть полноценный спорт, но в своей весовой категории. То есть в категории 250. Малокубатурные спорты. Последняя цифра номера рамы 0394. Ну что ж, давайте мы сейчас его заведем, проверим, посмотрим, прокатимся. Мотоцикл, кстати, эксплуатировался на треке. Покажу еще почему. Завелся. Работает. В принципе, как маленький спорт, как ему все работает. Вполне себе, да. Смотрим поворотнички. Поворотник один есть, второй есть. Сверху дальний, ближний. Все работает. По поворотникам сразу скажу, ну они стоят здесь под углом, они должны стоять прямо. Дело в том, что здесь должны быть резиночки, проставки такие, типа уголка, вот, из-за которых он будет стоять ровно. Но резиночки отсутствуют. И вот, по итогу у нас вот такой внешний вид прикольный. Сигнал работает. Смотрим сзади также. Поворотник один, второй. Сток-сигнал. Все отрабатываем, все замечательно. Так, АБС-ка у нас здесь горит. Сейчас мы прокатимся, должна потухнуть. Ну, смотрим, собственно, что он может. Ну, конечно, что он может, мы здесь не увидим, потому что у нас тут все-таки асфальт немножко ограничен. Основная часть у нас вот такая вот грунтовка. Мотоцикл явно на ней не самое лучшее сцепление. Мотоцикл нет и такой поверхности. Вот. Ну, потихонечку все можно сделать. Аккуратненько, не спеша. Все работает. Мотоцикл на ходу. Смотрим АБС-ку. АБС-ка у нас потухла. Ничего не горит, только нейтралка. Все замечательно. Ну, собственно, давайте посмотрим, что и как. У мотоцикла есть небольшое стеклышко. Стеклышко целое, без повреждений. Лицевая часть пластика. Все целое. Небольшие потертости имеются. Ну, как бы, не критично абсолютно. Зеркала корпуса у нас с обоих сторон повреждений никаких не имеют. По поворотничкам я уже озвучил. То есть, вот такая вот милая мордаха. Крыло без повреждений. Задняя часть также все отлично. Вилка перевертыш стоит. Зеркало чистое, сухое. Пыльничек в хорошем состоянии. С этой стороны смотрим. То же самое. Пыльничек целенький. Само зеркало также без нареканий. Тормозной диск. В принципе, еще довольно неплохой. Откровенной такой выработки жесткой я не наблюдаю. Сильной волной диск не идет. Есть незначительная выработка. Мотоциклом все-таки пользовались. Но вполне себе в разумных пределах. Трещотка ABS, соответственно, все присутствует. Колодки в остатке где-то, наверное, процентов 65-70 визуально на вскидку. По резине. Собственно, почему я говорю, что японец катался по треку. То есть, центр у него довольно хороший. А боковая часть, как вы видите, она прям такая подобугленная. Судобугленная. То есть, японец пилил круги где-то на треке. То есть, катался. Потому что мотоцикл все-таки RR. То есть, это полноценный спорт. Но в своей весовой категории. Вот. То есть, малыш. Спорт-малыш. Смотрим здесь по радиатору. Несколько сот замятых. Вот. Но потеков никаких нет. В целом все хорошо. Коллектора без повреждений. И вся часть пластика телит целая. Боковой пластик. Смотрим. Нарушений никаких нет. Наклеечки. Все есть. Все целенькое. Весь пластик живой, как говорится. Бак тоже немножко в пластик одетый. Вот эти вот вставочки боковые. Это пластик. Угловатый немножко выглядит. А, кстати, throttle by wire. Это означает то, что у него дроссель проводной. То есть, не тросики, а вот проводочек у него. Вот такой вот аппарат. Двигатель. Смотрим. По двигателю. Вот. Насколько видно. Ничего такого нет. В принципе, все по стандарту. Все как положено. Все в хорошем состоянии. Рама, насколько ее видно, опять же, нарушения не имеет. Все целое. Подножка водителя, пассажира. Все целое. Выхлоп банка штатная. Двойная. Есть небольшие потертости на ней. Вот. Защита целая. Здесь у нас наклопочка также целая. Состояние, в принципе, немножечко потрепанное, но вполне хорошее. Тормозной диск сзади тоже довольно толстый. Трещотка ABS присутствует. В колодке остаток чуть-чуть поменьше. Вот. Но тоже, как вы видите, довольно большой остаток. Сам по себе диск толстый. Состояние примерно такое же, как и спереди. То есть, сильно волны у него нет на плоскости. Вот. Вполне нормально работает. Задний баллон точно такой же, как и спереди. То есть, по бокам он сожженный. Центр хороший. В принципе, покататься на нем еще какое-то время можно. Что на переде, что на заде. Боковой пластик, задняя часть, повреждений нет. Но есть легкие потертости на нем. Вот. Ничего не стали это делать. Вот как есть, так и оставили. Хвост. Вот такой вот. Хвост целый. Поворотнички все на месте. Стекляшка стоп-сигнала целая. Крыло сзади без повреждений. Цепь звезда. Состояние очень хорошее. То есть, кататься еще можно вполне. Защита цепи также без каких-либо повреждений. Амортизатор у нас закрытого типа с регулировкой. Ну, пружину, по крайней мере, видно, что она целая. Подножка пассажира присутствует. Есть на ней потертости. Япония, видать, немножечко переложил мотоцикл. Да, что вот тиранулся подножками. Водительская, она у нас без повреждений. Лапка переключения скоростей. Резиночка вот здесь, которая должна быть, она отсутствует. Лапка чуть-чуть потертая. Потертость есть также на раме. Скорее всего, мы работаем, а потер японию. Рама здесь, насколько ее видно, также все целая. Пластик немножечко побит. Не побит, в смысле, краска сбита немножечко. То есть, пластик целый, краска немножечко вот здесь вот потертая. Снизу без нарушений. Смотрим здесь, боковой. Также чуть-чуть наклейка потертая. В принципе, наверное, на этом все. Бак целый. Сидушки полноценные, спортивные, да, то есть раздельные сидушки. Водительская без нарушений, все хорошо. Пассажирская точно так же без нарушений, все хорошо. Сверху бак целый. В хорошем состоянии. Смотрим руль. Грузик целый, грипса с подогревом. Грипса целая. Ручка сцепления складная с регулировкой под длину пальцев и под ширину ладони. То есть, регулировки есть. Это очень приятно. Вот, ручка без повреждений. Кнопочки все на месте. Клипоны траверса, все ровно. Здесь кнопочки все на месте. Тут, в принципе, всего лишь одна кнопочка. Старт и киллсвич, она же. Вот. Дроссель, как я уже говорил, проводной, не тросиковый. Он работает. Возврат все есть, все отлично. Грузик целый. Ручка переднего тормоза. Собственно, не такая. Тоже тюняшная, но не такая, как сцепление. То есть, она, в принципе, ничего не делается. Вот как есть, так она и есть. Шововские амортизаторы стоят. Вот. USB-шка. Одна и вторая для USB-шки есть. Ключей у мотоцикла два штуки. Смотрим. Давайте посмотрим приборку. Приборка. Все работает. Общий пробег. Пять восемьсот пятьдесят пять. То есть, пробег довольно маленький. Вот. В принципе, вот так вот. Зеркало все одно. Второе. Зеркала оба два целые. Ну и что по итогу? По итогу вот такой вот малыш. Дерзкий, да? Вот такой у него видончик такой прям красивый. Маленький дерзкий спорт. В своей кубатуре он полноценный спорт. Вот. Собственно, мотоцикл в наличии. Мотоцикл свободный. Honda CBR 250RR. Если вам понравился этот мотоцикл, обратите ваше внимание на ссылку в описании к этому видео. Перейдя по этой ссылке, вы можете посмотреть фотографии, цену, год выпуска и все остальное. Также по этой ссылке вы можете оформить покупку. Если кому-то интересно, пожалуйста, переходите по ссылке. Нажимайте купить, оформляйтесь и так далее. Мотоцикл будет вашим. На этом у нас все. Всем спасибо. Всем хорошего дня.